Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Сегодня снова с вами я, Зуртан Халтаров и наш гость Андрей Григорьев. Андрей, приветствую. Привет, Зуртан. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, сегодня у нас тема будет правозащита в Бурятии, в Татарстане. Значит, обсудим еще много тем, которые накопились за эту неделю, но и обсудим политических заключенных, которые есть в Бурятии, которые появились в Бурятии и которые, ну, есть, я думаю, в Татарстане. А теперь послушаем, значит, песню. Давайте. Сейчас я ее запущу. Послушали музыку. Андрей, ты можешь прокомментировать? Да, конечно. Это замечательная российская, ну, теперь уже не знаю, насколько российская группа Текила Джаз. Они, ребята-то все известны. Их лидер Евгений Федоров, он еще в 80-е начинал. Сначала вот панк-музыку играли, потом в большую такую, в альтернативу ушли. Это вот как раз Текила Джаз проект. Там был и довольно жесткий металл, и потом такой более меланхоличный рок пошел, как вот эта композиция. И вот это, собственно, первая рефлексия Евгения Федорова на войну. Как раз машина полная зла. И я не знаю, насколько хорошо нашим уважаемым слушателям было слышно, но если вдруг нет, загуглите. Эта песня сейчас в Ютубе в топах. Текила Джаз. Машина полная зла. Я рад, что еще у одного кумира моей юности оказалась такая, даже не антивоенная, правильнее сказать, а антипутинская позиция, антидиктаторская позиция. То есть все-таки из тех людей, которые вдохнули полной грудью свободы в конце 80-х, в начале 90-х, очень радостно, что многие люди так и остаются верны идеалам свободы. Да, это очень хорошо, что есть такие люди. Ну а сейчас мы поговорим о политических заключенных в Бурятии. Вот вчера был суд в Бурятии, в Улан-Удэ, в Октябрьском суде. Судья Ткачевова дала 2 года 10 месяцев. По трем эпизодам 318-й статьи, тут надо быть четкой, четкой формулировки. 318-я статья, часть первая. Напомню, что во время следствия Наталья Ивановна Филонова, она находилась в СИЗО. Сначала под домашним арестом, потом находилась в СИЗО. Ей вменяли вторую часть 318-й статьи, и это тянуло на 10 лет, по одному только эпизоду. И в итоге по трем эпизодам, ну там удалось, видимо, адвокату Саковикову свести, значит, все к первому эпизоду, значит. И там норма, значит, погуглить и в консультанте там либо штраф, либо срок заключения до 5 лет. Сейчас будет у нее 10, точнее 15 дней на апелляцию, значит, подачу апелляции. Апелляция будет подаваться как самой Филоновой. Эту информацию я непосредственно знаю от правозащитника Надежды Низовкиной, так и Надежды Низовкиной через адвоката Саковиков будет передаваться. Так что будем надеяться, что она буквально после того, как будет этапирована в женскую колонию, она уже, исходя из, значит, норм двое суток за домашний арест и полтора суток за сутки в СИЗО, она уже по факту может подавать на условно-досрочное освобождение. Ну, учитывая возраст, учитывая состояние здоровья, конечно, я более чем буду надеяться, что ее упастят, потому что, ну, я-то говорю о том, что, в принципе, нам-то с точки зрения вот таких революционеров, диванных теоретиков там и так далее, там нам нужны люди, которые будут в среде, значит, уголовников, неважно, женщин и мужчин, там проводить агитацию. И вот этого власть-то как раз боится, потому что она, в общем-то, и пришла к власти в свое время, большевички-то, как раз из этой сцепки о том, что большевички активно, значит, взаимодействовали с социально близкими преступниками, бандитами, да, то есть, которые, значит, мастерски участвовали в такой программе, так скажем, которую объявили большевики под названием «Грабь награбленная». И, в общем-то, многие там, я думаю, что современные олигархи, они тоже потомки вот этих ребяток, которые там в революцию награбили, да закопали золотишко до лучших времен, там где-то в перестроечные годы там все это дело было выкопано, обменено на, значит, алюминий, там, азот, азотистые выдобрения, все продано на Запад за твердую валюту. Ну, я, конечно, шучу, но, тем не менее, не исключаю эти факты о том, что власть, естественно, боится сращения революционеров и преступности, потому что, ну, это хорошая связка, так скажем. И его же боятся правозащитники, то есть, они не хотят революционеров видеть в своих рядах и выступают не то чтобы за мирный протест, как его можно назвать-то, это даже не мирный протест, а... Ну, что такое мирный протест? Вот, Андрей, у меня сейчас так формулировки, они как-то это в голове бегают, прыгают, потому что я не понимаю. А бывает протест немирный? Протест немирный, это, как ты уже успел заметить, это революция, переворот, да, это баррикады, это бутылки с коктейлем Молотова и штурма всевозможных госучреждений, включая полицейские участки. Ну, то есть, получается, назвав там какие-то стояния с бумажками мирным протестом, это как бы такое, что вот, ну вот, посмотрите, мы могли бы и так, а выступаем так, и вы должны, как бы, понять. Я вообще не понимаю, к чему может сейчас в России привести мирный протест. К тому, что за даже пустой листок бумаги человека просто возьмут, арестуют, оштрафуют и сфабрикуют потом за второй выход с таким же листочком в уголовное дело, признав это дискредитация армии или еще чем похуже, да? Нет, на самом деле, мне кажется, в России уже пройдена такая точка, когда мирный протест, собственно, его арсенал исчерпан, да, вот мирно протестовать сейчас в России смысла никакого нет. И мне кажется, это как раз один из признаков файлдстей, да, потому что если в других странах сработает мирный протест, либо относительно мирными действиями оппозиция все-таки может перехватить власть у лидера, который направляет страну в пропасть, то, как мы видим, вот никаких шансов перехватить власть из рук Путина и единой России ни у кого сейчас нет. И даже каких-то заговорчиков в кругу ближним Путину, очевидно, тоже нет. Ну да, там какие-то оппоненты, которые у Путина были недавно, приземлились, притверились, как говорится. Ну вот, да, поэтому, да, ну, мирный протест, он в России потерял, на мой взгляд, смысл. Но можно выходить, конечно, можно выходить ради себя, да, потому что, ну, понятно, что... Ну, ты знаешь, там в свое время было такое, значит, в среде вот этих оппозиционеров и так далее, мне там одна правозащитница, вот, собственно, Низовкина, Надежда, все время оппонировала. Я говорю, что, ну, говорю, ребята, используйте, значит, вот этот протест, там, связанный с Навальным и так далее, когда они активно там, значит, для того, чтобы просто кейс сформировать для миграционной, потому что, ну, вы вот показываете, что действительно вас там крутили и так далее. И меня удивляло, что достаточно много молодых людей там выходило. Я не знаю, правда, были ли это провокаторы, которые, ну, там громче всех кричали, либо это действительно люди, которые за 15 тысяч рублей хотели получить хороший кейс. Ну, вот, я так понимаю, что все-таки власть-то и тогда не боялась, и сейчас тем более не боится. Нет, ну, тогда была какая-то еще надежда, что вот этот массовый такой протест, он что-то может изменить. Ну, а когда путинский режим окончательно дрейфовал в сторону фашистского государства, ну, все уже стало понятно. Мирным протестом никакой Гитлер не останавливается. А второй момент, ты говоришь, миграционный кейс, да, но тут есть нюанс. На днях как раз, а может даже вот именно сегодня, у нас принято какие-то новые то ли инструкции, то ли законопроект, который позволяет погранцам буквально вот за потрепанную корочку паспорта просто брать его на границе, на таможне и аннулировать. Буквально говорить, вот, все, извини, чувак, твой паспорт не действительно, потому что вот он какой-то немножечко потрепанный или там где-то помарка у него какая-то есть. Или фотография на тебя не похожа. Ты ведь знаешь, раньше представители коренных малочисленных народов, они часто сталкивались с такой ситуацией, когда им, у них забирали паспорт на проверку, какую-то дополнительную, вот, когда ты переходишь в аэропорту, значит, миграционный вот этот контроль, а потом приносили паспорт с аккуратно вырезанной страницей. И я помню, что у одного, значит, такого активиста было два паспорта, просто-напросто, в обоих были проклеены визы, которые ему позволяли выезжать. И вот он один отдал, значит, у одного паспорта ему вырезали аккуратненько страницу и сказали, что вот, посмотрите, у вас страницы не хватает, да, типа паспорта не действительно. И на что он предъявил другой паспорт, и они уже не смогли его не пропустить, короче, потому что он начал, ну, поднял телефон, начал снимать там и все прочее. То есть эти такие штучки, закорючки, они существовали. То есть ничто не мешало там где-то отнести паспорт в какой-то особый кабинет, взять скальпелем вырезать, значит, страницу с паспортом, что объявляло его недействительным, и, соответственно... Да, так и сейчас последние-то нововведения как раз такие, что даже скальпель не потребуется. Можно просто сказать, а вот у вас тут обложечка потрепана там, или фотография на вас не похожа, и все. Паспорт недействительный. Поэтому, да, действительно, бояться, что все работоспособное население сбежит. Ты знаешь, как это падение империи, когда происходит, не потому что империя как бы подверглась там завоименению варваров, да, когда вандалы, значит, вроде как Рим захватывали, там же население итальянского полуострова на тот момент было 20 или 30 миллионов человек. То есть они не могли хоть сколько-нибудь крупное воинское там выставить, да. Почему? Потому что им настолько все это постылила, римская политика, да, политика Москвы, так скажем, что люди просто пропустили войска. То есть, и когда мне говорят о том, что там, ну, какой-нибудь русский добровольческий корпус может до Москвы дойти, я охотно верю, что через какое-то время это вообще станет возможным там, да, значит, люди будут там выбегать на улицу, и эти вот баррикады, которые, помнишь, строили эти, как его, разгвардейцы из общественного транспорта, будут сами руками разбирать и указывать вон туда, в Москву. Ну, мы, кстати, о крушении империи, мы же уже видели этот так называемый марш справедливости вагнеровцев. И, собственно говоря, тогда, если бы все-таки у вагнеровцев хватило решимости зайти в Москву, я бы, думаю, то же самое, что и с Римской империей было. Просто бы все рухнуло. Ну, не знаю, не знаю, но, мне кажется, там, то есть, по оценкам моего там знакомого, конечно, был такой вариант о том, что они зайдут, но я-то предполагал, что все-таки их достаточно небольшое количество было для ведения боев в условиях города, в условиях Москвы. То есть, там, а учитывая то, что там 500-600 тысяч разгвардейцев непосредственно подчиняются президенту, то есть, да, их согнать с других регионов туда, для того, чтобы этот мятеж подарить. Разгвардейцы не привыкли воевать с вооруженными людьми, хорошо обученными, а они привыкли воевать с мирным населением. Ну, да, согласен, согласен, ну, кто его знает, там, как оно бы получилось, видишь, не получилось, и поэтому мы не знаем. Да, но тут еще есть один момент, нам обещали некий такой бунт вагнеровцев после смерти Уткина и Пригожина. Да, ну, много было вбросов на эту тему, якобы у них какие-то стихийные акции во всех крупных городах России намечаются вот на минувшее уже воскресенье, потом вот это вот позорище было с тайными похоронами, и снова мы видим, что нет такой... Ну, сейчас наступила конспирация, когда вот он, типа, жив. Да, 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 но снова мы видим, что нет такой силы в России, которая готова вот эту власть, одрехлевшую уже, просто взять и развалить. Вот, к сожалению, мы видим, что режим действительно очень дряхлый, это вот как в фильме Юрия Быкова, дурак, общага такая, она может рухнуть в любой момент, да, но вот как-то вот нет такой вот воли, нет такого удара точно в нужное место, которое бы могло все это по швам, значит, дальше рассыпать просто. Но там же ведь проблема в этом, в дураке, я насколько помню, была в том, что дураком-то называли сантехник, который как раз обнаружил о том, что из-за протечки в туалете там где-то, да, разрушилась несущая стена, и, в общем, скоро все обвалится. То есть, вот в этом отношении, это дураки, дураками являются, скорее всего, те, которые, ну, в общем-то, понимают, о чем все, что творится, единственное, что этот дурак не может взять кувалду этот дом и додолбить, потому что... Ну, можно сказать, вот мы такие же дураки, но мы сидим просто за границей сейчас. Превратиться, да, то есть, никто не хочет превращаться в такого человека, который скажет, да, оно же вот разваливается. Ну, смотри, вот, да, нам-то морочили голову, что те же вагнеровцы, они готовы воевать, да, но они, оказывается, почему-то готовы воевать тоже. Вот такое ощущение, ну, вот с Украиной, да, Украину почему-то им удобно ненавидеть. Ненавидеть Путина уже как-то страшнее. Я еще, я же с 14-го года фактически, вот, во всех, скажем, движениях, там, в поддержку Украины активно, значит, Майдан поддерживал, помню. То есть, мне понравилось вот это, что люди вышли, студенты вышли на площади, и вот из этого безумного Януковича. И меня просто поразило о том, что люди после того, как студентов избили, да, каких-то молодых, то есть, люди подтянулись, уже взрослые мужики, там, 30-40-летние, которые сказали, что это такое, что это происходит. То есть, вот этого в России нету. То есть, тут разница между поколениями, она какая-то вот такая странная. О том, что вовлеченность рабочего класса тоже во все это нету. Я помню, как одно время, действительно, мой коллега, мой одноклассник, он профессионально рабочий, и в свое время, действительно, у него было недовольство из-за того, что вот он получал 50 тысяч, да, потом там пришло новое руководство, они там эффективно начали воздействовать на все дела, короче, у него зарплата на 20 тысяч упала, и, значит, изменился график, и вот он действительно был недовольный, то есть, он ходил все это время, но поскольку руки из нужного места растут, место, как говорится, он подрабатывал еще в нескольких местах после смен, и, в общем-то, ну, восполнял эти потери, да, я говорю, ну, извини меня, тебя же ограбили фактически, то есть, ты раньше-то больше получал практически, а тогда же он полновесный доллар был. Ну, я знаю даже, какую песню, я к следующему эфиру. Да, он полновесно получал, полновесно получал почти 2 тысячи долларов, а потом, бац, ему, короче, обрезали почти на 800 долларов зарплату, и он так за выполнение той же самой работы, понимаете. И там было, да, действительно много недовольных людей, а потом что-то с ним произошло, видимо, там какие-то минутки политические, то там или постарел он, или как-то, я не знаю, вот он там начал говорить о том, что какой он вклад в экономику России делает, там и все прочее, что он там какие-то поезда на Олимпиаду там обновлял, и все прочее. То есть, действительно, надеяться на то, что, значит, теоретики, там, значит, какие-то правозащитники, еще кто-то там раскачают в нужном направлении лодку, не приходятся. Почему? Потому что, ну, не знаю, революционеров мало, я считаю. То есть, нужно все-таки готовить профессиональных революционеров, которые бы четко знали, четко видели цель. Вот даже вот сейчас в национальных движениях такая дилемма, то есть, создали комитеты независимости и тишина. То есть, казалось бы, ну, ты должен сразу с коду начать активно проводить какую-то деятельность, и от них вообще полнейшая тишина, полнейшее, значит, отсутствие каких-то дальнейших действий и так наводит на такие, ну, ты знаешь, мнения, что те ли люди вообще эти комитеты независимости создали? Хотят они вообще независимости или нет? Ну, ты видишь, в рамках, в масштабах страны можно сказать, что революционеров вообще нет, да? Да, действительно, ты правильно говоришь, что должны именно просыпаться революционеры каждый в своем регионе, да? В чем сила была тех же большевиков? Они, когда вот эту кость бросили, право нации на самообразеление, действительно, многие же люди в национальных регионах им поверили. Они же пошли за ним следом, правда, потом их большевики кинули, вот. Ну, это уже другая история. Там все-таки, вот, я внимательно читал статьи наших бурятских революционеров, да, которые потом, ну, в революцию поучаствовали, потом в привнесении революции в Монголию поучаствовали, в становлении советской власти, там, наверное, тоже делов натворили там. И, ты знаешь, все-таки от образования в девятнадцатом веке многое зависело. То есть образованному человеку тогда действительно доверяли люди. То есть они... И образованный человек так себя вел, так... Ну, то есть публицистика была написана для того, чтобы, ну, довольно четко, то есть вот ты читаешь, и прям мысли его чувствуются, да? То есть ты понимаешь, что ты читаешь статью образованного человека, который, там, не хочет тебя что-то там обмануть или, там, как-то статью так построил, что, в общем, посмотрите, какой я умный, интеллектуал, эстет там и так далее. То есть там действительно вот разжевывались их идеи. И в этом отношении, конечно, просто к тому времени подоспело поколение национальных представителей, которые видели уже всю тлетворность, во-первых, режима царского, да? Потом вот это классовое общество, оно было действительно очень сильно поляризовано. То есть видно было разницу в доходах. То есть сейчас ее не видно, почему? Потому что они в основном за рубеж вывозят эти валюты, да? То есть за счет, там, автоматизации меньше слуг, меньше вот этих всяких страстей и всего прочего на... так скажем, выплескивается, да? И, соответственно, все-таки действительно к тому периоду времени накопились определенные ресурсы в нациях, вот в бурятской нации, например. Почему? Потому что нужно было выучить этого человека, да? Чтобы он поехал, получил европейское образование, там, в каких-то, в Томске, в Казани, в Петербурге где-то выучился и так далее. Это не было дешево, да? А сейчас это все как-то размыто, размазано. То есть, и поэтому, вот, нету, так скажем, тузов, да, тех, которые обладают, ну, достаточно хорошим финансированием, которые могут профинансировать. Но я понимаю это из-за чего, потому что кому эти рубли нужны, да? То есть раньше же золото и все было. Я бы еще одну мысль тут добавил. Это вот как раз, в принципе, что большевики сделали, когда они пришли к власти с помощью, в том числе, национальных и региональных интеллигенций. Они их принялись истреблять. И... Уже потом, после того, как окончательно высосали все ресурсы... Ну, там еще в 20-е началось, в 30-е это был такой финальный аккорд, можно сказать. И что у нас сложилось сейчас? У нас есть действительно очень мощная москвоцентричная оппозиция, которую знают в мире, которые даже в регионах прислушиваются российских, да? А вот чтобы посмотреть, увидеть такую же мощную оппозицию в разрезе того или иного региона, тут, увы, тут все печально. Можно сказать, что вот те ресурсы человеческие, которые у нас были истреблены великими менеджерами, Лениным и Сталином, они до сих пор полностью не восстановлены по регионам. Ну, они, кстати, вот это путинские власти внимательно отслеживают. То есть, например, ты же в курсе, что, например, если ты судим был по экстремистской статье, то ты вообще не можешь ни НКО возглавить, ни быть участником НКО. Конечно, ну это и не... Ты не можешь быть потом, значит, выбранным, да? То есть, ты можешь убивать людей там, да, насиловать там, я не знаю... Так это для того и придумалось. Каким-нибудь рэкетиром, да, совершенно ненормальным, там даже со справкой с дурки. Но ты можешь принимать участие в выборах и быть выбранным. А вот я, например, являясь экстремистом по 282-й статье, не могу быть выбранным. Здорово, то есть, я баллотироваться даже не могу, меня просто автоматически снимут с выборов. То есть, они таким образом в регионах, ну, касаемо меня, я так думаю, что они отследили мою активность в интернете, то есть, узнаваемость у меня очень большая, до сих пор даже, несмотря на то, что там 10 лет прошло с тех времен. И, естественно, то есть, целью было-то что сделать? Ограничить мои политические амбиции в России. Вот и все. Ну, конечно, и все экстремистское законодательство, оно на то произойдет. В этом отношении, я так понимаю, что я просто разговаривал с теми людьми, которые были в курсе моих этих дел. Но там был один товарищ, ныне покойный, и вот он всем там растрезвонил, что дело-то токсично, и поэтому не надо вот этому человеку помогать. Ну, тут мы, кстати, с тобой, наверное, подошли к теме нашего сегодняшнего выпуска. Ты же как раз хотел поговорить, насколько я понимаю, о правозащитниках в России. Что они сегодня представляют? В том числе, потому что мы на предыдущем эфире у Сердара как раз и разговаривали по поводу того, что вот там есть определенного рода такие товарищи, которые в том числе за рубежом находятся, которые вместо правозащиты занимаются сбором информации банально, да, и потом занимаются еще и клеветой. Да, и вот как дело обстоит в Татарстане, я хочу спросить. Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, смотри, татарстанская правозащита, она, наверное, как и правозащита в других регионах, она абсолютно маргинализирована. Ну, мы понимаем прекрасно, что, в общем-то, как вот в случае с тобой было экстремистское законодательство, да, которое стало препоном для твоей дальнейшей деятельности в России, как и вообще проживания, собственно говоря, для всяких правозащитных организаций у нас в России действовали свои препоны. Вот это пресловутое иное агентство, оно же началось, в общем-то, с НКО. Мы видим прессинг, которому подвергался мемориал. А мемориал, кстати, очень активно признавал политзаключенными мусульман. То есть, естественно, вот эти все дела дуты Хизбут-Тахрир, в том числе касавшиеся и мусульман Поволжья, Татарстана, Башкортостана. И мы видим, что и как бы вот все эти мусульмане, они по-прежнему их сажают, находят какие-то поводы, чтобы шить новые дела об экстремизме, терроризме там и прочем. И где сейчас, собственно говоря, мемориал? Его постигла такая очень печальная участь. Причем бороться-то начали именно в первую очередь с правозащитным мемориалом. У них там была еще своя деятельность, посвященная тем репрессиям сталинских времен, большому террору, но как бы... У них было две организации. Да, ну по сути мы же понимаем, что это условное деление, но тем не менее огребли по полной обе организации, сделали все, чтобы деятельность этих организаций была на территории России невозможной. Что осталось? Ну, собственно, вот с печалью наблюдаю за трансформацией некогда таких вот правозащитников, адвокатов, которые, например, тоже в свое время активно занимались преследованием мусульман. Ну, то есть не сами преследовали, а как раз пытались защитить. Да, вроде бы внешне промусульманская позиция осталась, но в чем она выражается? Она выражается сейчас в сугубо таких охранительных функциях. Вот, например, этот адвокат, он теперь видит, что какая-то блогерша там, она, значит, клип сняла и станцевала там, мелькнула в кадре мечеть. И он, значит, пишет заявление в органы с требованием примлечь за оскорбление чувств верующих. Ну, возмущается очень громко, когда в Швеции, например, власти очередную акцию по сжиганию Корана разрешают. Ну, казалось бы, где Швеция и где Казань, но тем не менее он так возмущается, что даже вот как в фильме говорилось, одном кушать не может. Такую неприязнь испытывает. Вот, а, собственно говоря, а когда касается действительно каких-то таких дел, когда вот речь идет... Ну, против каких-то вот... Да, но когда вот действительно членов мусульманской общины прессуют, там, например, раньше, помню, он еще активно защищал право девочек в школу в хиджабах ходить, тоже были притеснения в разных регионах России. А сейчас этого не слышно, не видно. В России получается тиш-де-глач для всех, включая мусульман. А если что-то и происходит, то в России либо это плохие блогеры, значит, оскорбляют чувства верующих, либо вообще где-то в далекой Швеции. Вот такие у нас сейчас правозащитники. Ну да, стандартная тема, что ищут отщепенцев, плюс коварный Запад. Да-да-да-да-да-да. Гейропа, как они любят это назвать. Опять же, плохие блогеры, Ютуб заодно запретить надо. Да, сейчас вот активно, помнишь, мы с тобой обсуждали тему того, что демонизируют мигрантов. Сейчас вот тоже в Калининграде случилась такая странная вещь о том, что конюх из Узбекистана, значит, под угрозой ножа решил похитить, значит, девушку 16-летнюю. Причем они дают все время, что она несовершеннолетняя, несовершеннолетняя, о том, что он ее, значит, под угрозой ножа собирался посадить в самолет и увезти в Узбекистан. При этом, почитал в комментариях в одном из пабликов, там пишут, ну, что-то не вяжется, говорит, как это, что, как он ее в Узбекистан мог без паспорта увезти, значит, может, она-то сначала согласилась, а потом передумала. Под угрозой ножа еще и из Калининграда, это же, представлять надо, что это анклав вообще-то. Ну, я удивился о том, что, в принципе, там в Калининграде, ну, знаешь, занимаются, это же дорогой вид спорта, да, заниматься конным спортом, это не каждый себе может позволить, то есть, понимаешь, какого рода финансы в этом регионе существуют, так что, неудивительно. — Знаешь, я только, кстати, на днях вспоминал тут такой очень талантливый, да, но по ряду причин можно назвать его фашистским, фильм «Балабанова брат», да, и вот это известная сцена в трамвае, да. А я помню, ну, как бы, естественно, я студентом-то и школьником катался в общественном транспорте, но я никогда не помню, чтобы мигранты именно так беспредельничали и ездили в трамвае там без денег, демонстративно не платили, смеялись над кондукторами. — Ну, это выдумка, это выдумка. — Конечно, нет, я, и причем, как она, интересно, родилась-то, я вот помню, что как раз вот местные группировщики в Казани, то есть, это русские татары, но это коренные обитатели, да, нашего городка, они вот как раз вот таким грешили, и я полагаю, что петербургские группировщики, они были из такого же теста сделаны. — Ну, естественно. — Но как это трансформировалось? Это вот получается вот недовольство и ненависть есть в голове, но в сценарии это все трансформируется уже, что это вот мигранты такие плохие. — Ну, ты знаешь, в Москве было такое, то есть, это даже, наверное, не питерская тема, а московская. Я однажды ехал с торгового центра, залез, значит, в маршрутку эту, и меня еще поражало, что в Москве вот эти газели ездят в виде маршруток, такие все раздолбанные, знаешь. — А у нас они тоже с прогнившим домом, то есть, залезаешь туда, да, ну, а там, ну, атмосфера, откровенно говоря, ну, не предрасполагает к тому, что вообще в таком транспорте можно ездить, то есть, из него последние там, видимо, соки выдавливали, ну, и зашли какие-то громкоговорящие, ну, кавказцы. — Угу. — Естественно, вся маршрутка, ну, один из них там что-то сказал, какое-то слово так употреблил матерное, значит, и на него вся маршрутка там, давай, состоящая из этих московских старух, начала на него там воздействовать, что вот их именно так сильно оскорбило вот это слово, которое он произнес, да, а то, что там, извините, маршрутка там разваливающаяся, прогнившая, и вообще они ездят там в какой-то торговый центр для того, чтобы там что-то по скидке купить, короче, вот это не оскорбляло абсолютно. И вот тогда я понял, что, да, действительно, вот это, ну, вот этот город не для меня, потому что ты вот, что, где что, непонятно. — А ты же помнишь, с какой рекламы политической начинал Дмитрий Рогозин, небезозвестный? — Ну, я помню, там что-то с арбузом было, там понаехали. — Ну, да, очистим Москву от мусора. Вот все тоже под тем же соусом подавалось, что это вот такие вот мигранты плохие. — Ну, да, хитрая речь была в том, что там же еще был второй ролик, на который слишком мало внимания, я не знаю, почему не оскорбились там великоросы московские, потому что он же там стоял метлой и говорил, что, Ваня, ты отвык улицы мести, мол, да, то есть сам-то орешь везде на каждом углу о том, что вот у тебя там, значит, где-то в подъезде или где-то в этом подвале там живут уборщики, да, представители Центральной Азии. — А сам-то что, ты, мол, не хочешь идти на работу, мести улицы? — И потом, ты помнишь, был такой случай, когда выбирали каких-то главных дворников московских, и мэрия там им какие-то подарки раздаривала, и там, значит, вскрылось как, что был награжден какой-то муж какого-то ЖЭКа, ну, то есть муж директора ЖЭКа, да, который чуть ли не в день-то по 11 по 12 дворов мёл. А что было на самом деле? На самом деле была ситуация такая, что каждому дому или каждому двору был прикреплён свой дворник, которому этот ЖЭК организовал проживание где-то в подвальных помещениях. — Дворник, естественно, мигрант. — Да, дворник-мигрант, он получал денежные средства наличными, а официально вот эти 11 дворов мёл вот этот товарищ. — Слушай, я не помню эту прекрасную историю, надо покопаться. — Да, это было, и вот я так ещё удивился, я говорю, а что такое? Ну, то есть я просто наблюдал его непосредственно в интернете, да, там было, значит, видео, там, значит, люди возмустились, а какого чёрта, говорит, тут одни славянские, значит, лица, так скажем, как оказалось в Москве-то. А потом вот раскопали такой случай, что, оказывается, вот этот товарищ, вот он, и у него тогда по тем временам была зарплата практически 200 тысяч рублей. То есть, и потом оказалось, что это вообще стандартная практика, и, то есть, ну, то есть о чём говорить-то, ну, удивительная ситуация, близкая рядом. — Опять же, можно тут припомнить, что путинский режим его обвиняют в таком шизофашизме, да? То есть, с одной стороны, это вот такая крайняя степень ксенофобия, а с другой стороны, опять же, куда же они денутся без этих дворников в той же Москве своей? — Ну да, естественно, что ситуация такая, что поскольку большая часть вот этой вообще правозащиты российской, она сформировалась, конечно, в Москве, ну, потому что было, да, это культурно-интеллектуальный центр Советского Союза, было, собственно, Кельсинская группа была тоже организована именно в Москве, да, вот, собственно, небезызвестным там Николаем Орловым, это и Ириной Алексеевой, и Есениным Вольпином и так далее, но я помню, я читал воспоминания Орлова, когда вот его обменяли из якутской ссылки, он, кстати, рассказывал о том, как там жизнь была в Якутии в то время, кто там работал вот этими шнырями КГБшными, он так их очень метко описал, и, собственно, я вот понимаю, что такие же шныри вот они и в Бурятии существовали, вот такие, лощенные эти товарищи, и вот он там говорил о том, что он был против того, чтобы Хельсинскую группу возрождали, да, потому что, ну, все, Советский Союз развалился и так далее, то есть они же приняли в одно время решение о ликвидации Хельсинской группы этой, а потом, ну, вот я, столкнувшись здесь в Польше с Хельсинской группой, да, тоже решил поинтересоваться, что вообще, на какой, ну, что они из себя представляют, да, вообще, что это за организации такие, почему они вот существуют практически во всех странах Восточного Блока, бывшего Восточного Блока, да, ну, и оказалось о том, что здесь вот эти Хельсинские соглашения, слушания, точнее, на основании которых потом были приняты Хельсинские соглашения, они же ведь были инициированы странами Варшавского договора. И многие, кстати, вот советские диссиденты, они по этому поводу писали, что уже тогда Советский Союз, ну, как бы, понимал, что он никакой холодной войны не выиграет, ему нужно было какие-то вот, значит, точки соприкосновения с Западом, и они вот инициировали эти Хельсинские слушания сначала, в которой американцы настояли включение пункта о правах человека. И один из диссидентов как раз писал по этому поводу, что Советскому Союзу настолько нужна была вот это, значит, взаимодействие с деловыми кругами, так скажем, Запада для того, чтобы получать оттуда, там, ну, какие-то кредиты или продавать свои товары туда на Запад, что они подписали эти соглашения, в общем-то, не вдаваясь в подробности. И на основании того, что вот был включен целый пункт о правах человека, и вот организовались эти группы. И я так говорю о том, что, ну, ребята, то есть, институционально это вообще определенный набор просто людей, правозащитников, да, которые, ну, себя правозащитниками называют, которые могут объединиться, да, и создать свой комитет, свою группу там, бурятскую, вот, как мы видим сегодня, мы с Ирнаром сегодня обсуждали, да, вот, пожалуйста, в Москве была инициирована туркменская группа в 2003 году. Как уж там, за какие средства, и все проще, неизвестно. Но, тем не менее, то есть, конкретно каждый народ, ну, и в Поволжье, и, ну, как можно сказать, в Иде-Урал, правильно ли говорить, да, не в Поволжье, в Иде-Урал, и в Сибири, в Бурятии, в Якутии, и мы можем, в принципе, инициировать создание этих групп здесь. Теоретически, да. Не теоретически, а даже нужно практически это делать, и, в принципе, я обращаюсь к тем людям, которые нас сегодня слышат, и помочь, потому что там же, ну, как, они организовали, значит, структуру, там, группу, чтобы вот структурно организовать, помочь организоваться вот этим правозащитникам туркменским, которые сейчас вот, находясь в Болгарии, там занимаются частенько клеветой, я так понимаю. Но, тем не менее, нам это нужно, необходимо, и я, в общем-то, эту идею давненько вбрасываю в информационную пространство Бурятское. И, конечно, вот эти представители уже существующих, называющих себя правозащитниками, они, конечно, очень сильно нервничают по этому поводу, потому что там же нужно работать по международным стандартам, а не по тем, которые там спускают, там, там, КГБ, ФСБ и все прочие организации. Так что... Тут видишь, наверное, даже если, условно говоря, мы берем правозащитные какие-то организации с такой безупречной репутацией, да, есть же процент, опять же, того же, ну, риск, вернее, того же забронзовения, да. То есть вот организация вроде солидная, солидная репутация, но прошли годы, может быть, уже даже десятилетия, кто-то, ну, условно говоря, уже не совсем понимает, уже в каком-то, в каких-то собственных своих мыслях, фантазиях пребывает, да, может быть, какая-то смена пришла, которая уже там другими категориями мыслит, и поэтому, конечно, всегда очень необходима конкуренция на этом поле, да, необходима ротация, чтобы эта ниша не была занята вот одними организациями, а появлялись какие-то новые лица, новые фонды. Но, как мы видим, эти старые фонды, они очень хорошо охраняют свою поляну. Да, 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 вот в этом-то как раз и есть проблема, то есть потому что действительно там они могут действительно такие подлянки сделать, и как некоторые правозащитники, которые, ну, себя называют правозащитниками, я вот, например, знаю про ситуацию, есть такая организация «Сибирь без пыток», и они там все время ходят и говорят, что они на каком-то ООНовском гранте сидят там и так далее, то есть это все достаточно известно. И когда война началась в 2021 году, получается, в 2022 году, один из основателей, собственно, основатель этой организации «Хроменков», он там защищал тех, кто выступали против войны. Но ему власти, видимо, так сказали о том, что «Святослав, слушай, ты или пытками занимаешься, или занимаешься, или не занимаешься ими вообще, потому что мы тебя прикроем». То есть он пытался вот этих активистов, которые ходили с плакатами защищать, ну и что ты думаешь? Ну и все, и он прекратил, потому что «Занимайся пытками», ему просто сказали, «Ты не занимайся правозащитой». Вот мы тебе дали поляну с пытками, короче, где там менты сажают на бутылку в Уфсин там или все прочее, да? То есть о чем это можно говорить? О том, что человек не то чтобы на сотрудничество пошел, то есть он знает, на что тявкать, а на что не тявкать, например, да? Ну тут еще, видишь, у правозащитных организаций есть свой конек, есть своя категория дел, на которых они действительно специализируются. В этом, ну скажем так, ну нет ничего удивительного, в принципе. Но с другой стороны, вот я знаю, что «Агора», например, она занималась тоже очень успешно кейсами пропытки, доводила их до СПЧ, сейчас она столь же успешна, у нее есть накатанная практика по представлению иноагентов. Ну как бы все нормально, то есть это вопрос все-таки квалификации, профессионализма, мне кажется, в большей степени. Ну хотя, наверное, ты прав, да, это и независимость от властей России тоже, в большей степени очень. И то есть частенько те, ну как будто бы независимые, значит, от российских властей, вполне оказывается, что они на определенных ниточках-то все равно подвешены, висят. Просто их не всем видно, и не во все моменты они это дело проявляются, но, тем не менее, можно сказать, что вообще, в принципе, после того, как мемориал был ликвидирован, в принципе, в России правозащитных организаций не осталось. И мне моя знакомая правозащитница, она говорила о том, что, ну вот ты смотри, если мы будем организацией какой-то, да, у нас будут всегда рамки. Мы всегда не сможем кого-то защищать. Ты просто, говорит, не понимаешь о том, что любая организация, она ограничена определенными рамками действий. И она, например, на своем примере приводила, вот, например, что, например, вот же Борис Стамахин, известный публицист, да, российский, то есть его же тоже не хотели признавать долгое время вообще политическим заключением. А почему? Ну, потому что он экстремист, потому что он там поддерживает чеченских боевиков, там, или, ну, еще какие-то вещи пишут, там, про распад России и все прочее. Да, я, кстати, напомню, что Агору, которую я упомянул, правозащитный центр, ее ведь этим летом тоже признали у нас нежелательной организацией. То есть тоже показательная. Ну да, ну, сейчас информация появилась, что и фонд «Свободная Бурятия», который я называю «Арабская русская Бурятия», тоже признан этой прокуратурой нежелательной. Нежелательная. Это у них как этот, ну, как его, легендирование определенное. А что касается «Мемориала», я знаю точно, что до войны, об этом говорил мне в интервью сам Сергей Давидис, но до войны, по крайней мере, у них существовал четкий критерий. То есть если человек, значит, как-то обвинялся в каких-то, скажем, насильственных преступлениях, или как-то в поддержке такой вот насильственной позиции. Ну, например, бросил бутылку в военкоман. Да, но вот до войны его точно не могли признать политзаключенным, потому что вот это только мирный протест. Тогда это было, и тогда это казалось правильным и обоснованным, да? Но я не знаю, насколько они скорректировали свою позицию сейчас. Сейчас мы понимаем, реальность изменилась. Россия уже не играет ни в какое правовое государство. Это конкретно фашистская диктатура, нацистская даже диктатура. И, соответственно, единственный способ действенной ей сейчас сопротивляться – это ответное насилие. Другое дело, что на это, конечно, способны не все, но, тем не менее, мне кажется, те же правозащитники, тот же Мемориал, если они еще не подкорректировали свою позицию, они, наверное, должны это сделать, потому что те люди, которые насилием, теми же коктейлями Молотова борются против этого режима, они достойны именоваться в таких условиях политзаключенными. Да, ну, наше время подходит к концу. Благодарю тебя, Андрей. Я думаю, что мы еще по этому поводу поговорим, по поводу в том числе тех людей, которые революционным способом готовы бороться за... отстаивать свои идеи, бороться за независимость своих регионов. Мы поговорим в следующий раз, а теперь послушаем бурятский гимн в исполнении шенахэнских бурят, бурят из Китая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok